Долги по кредитам стали причиной гибели целой семьи. По версии следствия, бизнесмен расстрелял из охотничьего ружья беременную жену и двоих детей, так как не смог заплатить по счетам. В причинах трагедии разбирался наш корреспондент Дмитрий Толмачев. За навески на окнах тропинка к крыльцу тщательно расчищена. В этом обычном сельском доме и произошла трагедия. Одной из версий рассматривается то, что мужчина совершил убийство своих членов семьи и в последующем совершил самоубийство. Тела местного предпринимателя Владислава Ишина, его беременной жены и двоих детей в субботу утром обнаружила мать главы семейства. Мамка нашла. Там ужас, что дома там. Ой, все спали. Артем Глухов один из тех, кто последним видел Владислава живым. Дружили и вместе работали. Эта лесопилка семья Ишинах владела больше восьми лет. Работал, лес возил, сюда привозил, на улицу несколько раз. Так что... У меня хорошая. Хорошая, нормальная. Прибыль, как рассказывают коллеги, была неплохой, но и вкладывать приходилось немало. Со временем на выплаты по кредитам стала уходить большая часть выручки. Долги предпринимателя банкам и частным лицам по разным данным составляли от 800 тысяч до 2 миллионов рублей. Была информация о том, что Ишину угрожали коллекторы. Но пока никто в Артемовске этого подтвердить не может. Артемовск, хоть и имеет статус города, по сути, небольшой поселок. Около двух тысяч жителей почти все друг друга знают. Месяц назад Владислав окончательно впал в депрессию. Заказов не было. Мужчина стал выпивать. Несколько раз жаловался приятелю на то, что устал так жить. И даже высказывал мысль о самоубийстве. Переклинило, наверное. Ну не мог он уже все. Опускал руки, ходил прям так вот. Все. Я ему раз под накидом, Владя, все идет. Мы заработаем эти деньги. Мы сможем все отдать. Все отдадится. Я не знаю прям. Учителя местной школы прекрасно знают эту семью. Не могут сказать о ней ничего плохого. Девятилетняя Яна увлекалась пением и народными танцами. Вот эту книжку она сделала сама. Одно из стихотворений в ней о папе. Девочка просто обожала отца. 17-летний Никита – гордость школы. Почти с первого класса его фото на доске почета. Классный руководитель показывает целую кипу грамот и дипломов. Парень мечтал стать врачом. Поступать в университет должен был этим летом. Когда я узнала, я не могла поверить. Ну, очень тяжело нам всем. Там гармония, мне кажется, полная была. В семье говорить о другом даже мысли нет. Откликнулись все родители. Ну, весь город. При этом у Ишиных вот-вот должен был родиться третий ребенок. Мальчику даже успели придумать имя. И сам Владислав, как говорят знакомые, больше всего любил своих детей. Именно поэтому здесь до сих пор никто не может понять, что же толкнуло главу семьи на убийство близких. Дмитрий Толмачев, Сергей Буркеев, Александр Ткаченко. Первый канал. Красноярский край.